А здрасте, а всем друзья приветули, и мы продолжаем играть в сети Skylines. У нас произошла беда в прошлый раз, мы что-то намутили, точнее я что-то намутил, да, с этими водоочистными станциями, я в общем-то не разобрался как это все дело работает, вроде как доступность канализации есть, и вроде как нам теперь вот эти вот штуки-то и не нужны, но пришлось их обратно подключить, потому что хрен его знает как это работает. У нас короче весь город затопило говном, и все жители отсюда съехали нахрен. Ну не все, осталось около 10 тысяч человек, 8. Город сейчас будет потиху заселяться вновь, везде проблемы с недостатком рабочих, со школами, в общем-то совсем проблемы, надо все это дело восстанавливать. Единственное вот элитный район у нас тут есть, отсюда люди не поуезжали. Не знаю почему, может быть им просто нравится жить в говне, а может быть там просто ничего не затопило. Короче говоря, вот такой вот пустой город, но сейчас потихоньку он будет отстраиваться заново, поэтому мы мотаем время дальше, и в общем-то да. А тем временем, что у нас вообще происходит на нашей ферме халфа? Тут вроде как даже какая-то прибыль пошла, хотя сейчас катастрофический недостаток рабочих идет. А еще до следующего уровня надо, чтобы было 800 рабочих. 800 рабочих у нас здесь быть в принципе не может, поэтому надо что-то сделать. Надо что-то сюда еще запихнуть. Я даже не знаю что, давайте наверное это будут поля. Поля или что-нибудь в этом духе. Нам надо просто добить до 800 рабочих. Или загоны. Давайте еще загон поставим, почему бы и нет. Загон? Нет, не загон, нам надо пастбище, да? Вот это вот пастбище для скота. Его еще одно всунем. Соответственно у нас здесь коровы, свинки и овцы. Поставим овец. Вот овечки у нас тоже пускай тут развлекаются. У нас есть вот такие вот поросятки, есть вот такие вот замечательные коровки и будут у нас еще и овечки. Правда я сейчас не вижу здесь вообще ни одной души, но может быть со временем они появятся. Недостаточно сырья у нас везде, но это понятно. Работников не хватает, не могут они убирать урожай. Недостаточно покупателей товаров, я не знаю как это работает. Ну вот кстати овечки появились. Именно такие вот меееее. Прикольно, да? И свинки вот такие красненькие какие-то они почему-то красные, не розовые, ну да ладно. Недостаточно покупателей товаров, да какого хрена? Еще мусор здесь скопился, это у нас главное сельскохозяйственное здание, пускай стоит. Есть у нас несколько бараков для рабочих, что у нас кстати, вот мы добавили 728, не так много, надо еще что-то сюда вставить обязательно. Но заводы ставить, не вижу никакого смысла. Давайте упоримся в злаки, поставим еще полей. Много, пускай они будут. Поля лишними не бывают. Среднее посевное поле, давайте их всунем аж вот раз, два и целых три поля. Почему бы и нет? Соответственно кукуруза, хлопок, картофель, давайте картофель. На втором поле у нас будет пшеница, а на третьем поле давайте это будет у нас теплица. Почему бы и нет? Тепличный комплекс вот такой. Сколько у нас теперь? 794, надо еще что-то вставить. Значит это будет фруктовый садик. Фруктовый садик, только нет, поставим маленький фруктовый сад сюда. И пускай это тоже будет теплиться. Соответственно теперь у нас здесь вместимость 814 работников. И когда у нас город придет в себя, уже кстати 11200 людей, и здесь начнут работать эти самые работники, то прокачается наша вот эта вот ферма до пятого левела, и последний левел, все будет классно. Отсюда тоже кстати все поуезжали с фермы Харриса, что-то здесь как-то все так себе, понятно все. В общем-то город приходит в себя, потихоньку после потопа. Ясно, понятно, здесь у нас соответственно, что у нас здесь по парку? Парк 45 регион, развлекательная ценность до следующего уровня, я вот не знаю, оно выровняется когда сюда электричество придет или не выровняется? Как-то это все странно работает. Вокзал, не хватает электроэнергии, это тоже все понятно, все логично. Дома здесь иногда появляются, но из-за недостатка электричества, они отсюда сразу же сваливают. Их бы вот отсюда начать расти, по-моему это было бы вполне логично. Ладно, пускай развлекаются, пускай развлекаются, у нас есть еще одна клетка, здесь будет еще один райончик у нас потом, но это будет не сегодня. Пробок у нас нигде нету сейчас, потому что, во-первых, жителей внезапно стало в два раза меньше, все поуезжали, но сейчас будет застраиваться. Я надеюсь, что все пойдет по плану, все будет застраиваться, все будет нормально. Можно, кстати, раз у нас тут уже все размечено, а же все размечено тут? Нет, у нас нихрена не все размечено даже тут, так что потенциально может быть намного больше жителей. Размечено оно все как раз, чтобы провести сюда электроэнергию. Соединить бы вот эту вот часть, вот так вот, и все. Не было бы никаких проблем. Можно, кстати, сюда впихнуть что-нибудь, например, начальную школу. Она в любом случае рано или поздно понадобится, вот так вот. Соответственно, она соединит электроэнергией все вот это вот дело, и отсюда перестанут уходить люди. И парк наш заработает. А парк наш заработал, развлекательная ценность ни хрена не поднялась. Все понятно. Надо, значит, чем-то его застраивать. Потому что посетителей хватает. Да. Ладно, давайте тогда его застраивать. Почему бы и нет? У нас парк развлечений. У нас, в принципе, все есть. Аттракционы все стоят, по факту. У нас еще недоступно колесо обозрения. И еще какая-то штука. Американские горки. Интересно, они большие или нет? А все остальное бутафория. Значит, надо ставить всякие кафешки и всякую прочую фигню. Парки не надо. Здания сразу строятся и сразу же улучшаются. Площадь. Площадь парка развлечений. Блин. У нас даже места особо-то и нету, на самом деле, все это ставить. Давайте вот сюда впихнем площадь. Она нифига не подняла, да? Толком. Парк должен быть побольше, определенно. А, кстати, если бутафорию ставить, то развлекательная ценность повышается или нет? Интересно. Давайте поставим что-нибудь из вот такого бутафорского. Например, вот скамейка. Скамейка для парка развлечений. Это скамейка, по-вашему? А, да, это скамейка. Она вот здесь вот на углу будет хорошо стоять. В принципе, можно даже ее много где на угол ставить. Не знаю, смогут ли они там сидеть. Но мне интересно, влияет ли это на развлекательную ценность. Немножко влияет, самая малость. Но настолько незначительно, что этим опарываться это такое себе. Тут много чего есть. Вот игровые автоматы. Можно их тоже несколько штук поставить. Почему бы и нет? Самое странное, что они должны стоять далеко от дороги. Не знаю, как это работает. Тут такая вот машинка, детский аттракцион. Детишки тоже будут здесь во что-нибудь играть. И вот площадь, ларьки. Пускай, в общем-то, развлекаются. Это оно что? Тележка со сладкой ватой. Сладкая вата это всему голова. Боже мой, что вот с этим вот местом не так? Так, туалет. Да, терраформинг, такой терраформинг. Ладно, пускай этот парк развлекается пока. Может быть, развлекательная ценность повысится. Можно ценить за билеты впихнуть какой-то немыслимо. Но мы этого делать не будем. Оставим. Давайте 10 баксов, чтобы люди приходили и нормально все было. Точнее, не баксов, а, ну, короче, местная валюта здесь. Симолеоны, по-моему, называется. Что у нас здесь не так? Недостаточно образованных работников. Но, ребята, извините, отсюда все посваливали. У нас тут пожар. Опять пожар. Где пожарные? Здесь вблизи нигде пожарных нету. Этот город пока что без инфраструктуры. Но какие-то пожарные из другого города сюда приехали. Из другого района. Потушили и все. Все прекрасно. Отлично. Короче, по электричеству все нормально. Все восстановилось. Вообще у нас хороший запас по электричеству пока что. Это меня радует. Начинает появляться потребность в жилых зонах, но она сразу же моментом и улетучивается. А вот в коммерческих зонах потребность есть. И это странно. Ладно. Ну, правда, да, отсюда сейчас тоже все сваливать будут, потому что недостаточно образованных работников. Здание прокачены. Люди поуезжали. И те, которые новые сюда приезжают, они не отучились еще. Это давайте посмотрим, что по образованию. Доступность начальных школ. Кстати, не так уж и много лишних мест у нас. Высшая школа, не так уж и много мест. Библиотеки. Кстати, у нас нет библиотеки. Давайте поставим библиотеку. Тут на самом деле много чего можно ставить. Институт. Высшая школа искусств района. Так, это не здесь. Территория кампуса. Это понятно. Нам пока недоступно. Это что? А, это разные территории кампусов. Понятно. Кампус университета и кампус профучилища. А может быть, кампус университета можно уже ставить? Слушайте. Точнее, профучилище. Но мне хочется кампус университета. Поэтому подождем, пока численность настигнет, короче, большой, да. Центр водного спорта. Развлекательная ценность повышается. Ух, какая здоровая хреновина-то. Куда бы ее спихнуть? Я хочу ее. Есть баскетбольный стадион еще. Тоже большой, падла. Легкоатлетический стадион. Все большое. Развлекательная ценность. Это все понятно. Это у нас что? Музей. Технологический музей. Художественная галерея. И научный центр. Хм, как все интересно. Ну да ладно. Так, университет. Где-то тут библиотека была. Нет. Вот, публичная библиотека. Мы хотели поставить библиотеку. Не знаете, где она будет стоять? Она будет стоять вот... Нет, она будет стоять не здесь. Она будет стоять в новом районе. В элитном. И можно даже на территории кампуса ее поставить. На будущей территории кампуса. Пускай стоит. Я думаю, люди будут сейчас. Хотя библиотеку можно встроить еще в каком-нибудь районе. Давайте вот здесь вот ее сунем. Простите, жители. Но здесь теперь будет стоять библиотека. Да, охват у нее не то чтобы прям большой. Так, парки. Парки, парки, парки. Тут вроде как охват есть. Но давайте еще немножко всунем парков вот здесь. Потому что здесь вроде как жители получают рядом территорию парка развлечений. Но это не то. Вот ботанический сад, например, можно всунуть вот сюда. Чтобы все было классно. Вот здесь вот можно эту карусель с родной всунуть. Что еще здесь есть? Классное плавучее кафе. Не скоро появится. Понятно. Скверик. Скверик это тоже хорошее дело. Нет, здесь его всувать не стоит. Давайте вот здесь. Короче, жители здесь будут счастливы. Парков у них дохренища. Будут развлекаться. Это хорошо. Так, тут у нас, кстати, смотрите-ка. Уже все застроилось. Уже 16 тысяч жителей. Это прекрасно. Да, кстати, насчет еще пожара. В прошлой серии, который у нас был, пожар парка. Вот у нас находится пожарная станция. Но здесь нет проезжей части. Поэтому они не смогли вот эту вот хреновину потушить. Но смогли бы потушить вертолеты, если бы они у нас были. А для того, чтобы они у нас были, их надо построить. Поэтому давайте построим вертолетные площадки для всех наших служб. Город у нас не сильно большой. Единственное, что эти самые вертолетные площадки, они подлышумные. Поэтому давайте-ка мы выведем вот здесь вот дорожку. Вот такую. Вот здесь вот. Соответственно, депо вертолетов. Кстати. А где оно? Ладно, начнем с пожарных вертолетов. Пожарная вышка. Это нам не интересно. Хотя, кстати, может быть и стоит их ставить, чтобы здесь ни хрена не горело. Леса еще гореть могут, кстати, да. Ну ладно, это не интересно. Вот депо пожарных вертолетов. Смотрите, вот такая здоровая хреновина, довольно-таки шумная. Сунем ее вот здесь. Соответственно, в случае, если будет какой-то пожар, то вертолетики смогут отсюда выехать. Также поставим депо полицейских вертолетов. Пускай оно тоже у нас будет. Вот так вот бздынь. Есть еще тюрьма, кстати, по тюрьмам. Но места хватает, но можно, кстати, тюрьму всунуть. Правда, она типа тоже шумная. А давайте вот сюда тюрьму и всунуть. Вот сюда ввозить людей на джипе. Будут страдать, слушая вертолеты. Ха! Вот. И медицинские вертолеты, кстати, тоже надо всунуть. Детская больница. Центр по уходу за пожилыми. Баня, кстати, это все тоже надо поставить будет. Сейчас посунем. Вот. Сюда вот мы суем депо медицинских вертолетов. Здесь единственное, не хватает водички. Сейчас мы им отсюда ее проведем сюда. Так, бздынь. Все, водичка есть. Электричество у них не хватает. Ну, электричество это не проблема. Так, бздынь. Электричество у них теперь тоже есть. Теперь оно все функционирует, все прекрасно. Такие вот вертолетики у нас здесь есть. Будут летать, будут возить людей в больнички. Я не знаю, если что-то где-то как-то что-то не то произойдет. Ферма Харриса, кстати, отстроилась заново, что тоже прекрасно. Уже 18 тысяч людей. Прекрасно. Сейчас все заселится. Но потихоньку, потихоньку, помаленьку все заселяется. Так что пускай заселяется. Восстанавливаемся после катастрофы. Вроде как катастрофа такая, знаете, была, которая в игре не считается катастрофой. Но катастрофа была, да. Васин район уже полностью застроился. Что у нас тут по работникам? 646. Это тоже прекрасно. Пускай сейчас все будет работать. А мы хотели, кстати, да, построить. Это у нас что? Спортзал. Спортзал нужен. Спортзал построим. Можно в новом районе построить спортзал, например. Около парков, например. Спортзал есть. Далее. Баня. Баня тоже оздоровительная, полезная херня. Давайте посунем ее куда-нибудь в старый район. Вот это у нас что такое? Поликлиника. Давайте вот около поликлиники недалеко будет баня. Но не так уж и далеко. Вот здесь, например. Хоп. Баня теперь будет у людей. Хотя можно ее в каждом районе ставить. Давайте в каждом районе. И она небольшая. Поставим в каждом районе по бане. Можно даже прямо вон в парке. Сдынь. Почему бы и нет? Ну, в парке развлечений баня устроить такое себе. Не на территории кампуса. Почему нет? Круто. Студенты баня, знаете ли. Интересная жизнь, короче, у всех. Да. Отлично, шикарно. Можно, кстати, заняться и сейчас инфраструктурой этого района нашего нового. Почему бы и нет? Или не будем? Или будем? Давайте сейчас это все и сделаем. Поставим все, что здесь нужно. Соответственно, по медицине. Погнали. Я думаю, что имеет смысл поставить и больницу, и поликлинику. Давайте вот здесь у нас будет стоять больница. А поликлиника будет вот здесь. Не знаю почему, но мне так хочется. Далее, по поводу пожарных. Пожарное депо или же пожарная станция. Пожарную станцию мы, разумеется, поставим. И желательно поближе к парку и поближе к кампусу. Потому что в парке детишки, если там что-то загорится, надо детишек будет в первую очередь спасать. А кампус это, знаете ли, такая опасная территория. Пьющие студенты, общежитие и все дела. Поэтому ставим вот так вот, да. Также по полиции. Опять-таки тоже надо, чтобы у нас не было никакой преступности в кампусе. Я думаю, главное управление полицией мы будем ставить вот здесь. Я думаю, вот это место само то подойдет для всей вот этой вот вакханалии. Дальше школа. Школа у нас здесь есть, но одной будет мало. Черт, я же здесь ставил школу в этом районе. Я ее только не вижу. Где она? Ладно, управление полицией, публичная библиотека, спортзал. Я же, по-моему, ставил здесь школу, чтобы электричество подвести. Нет? Вот, начальная школа есть. Значит, где-нибудь в другом месте тоже нам нужна будет школа. Давайте у нас вот здесь вот еще заселенный район будет. Поставим здесь тоже начальную школу, только другую. Вот такую вот маленькую. Пускай будут здесь детишки, которые будут здесь жить, будут ходить в школу. Также нужна высшая школа. Давайте поставим высшую школу искусств. Почему-то хочется именно ее всунуть. И она будет вот здесь, со своим въездом отдельным. Вроде как практически все она покрывает, так что нормально. Ну, а институт ставить не будем, потому что здесь у нас будет здоровый кампус. Кстати, насчет средних школ, то у нас нехватка, нехватка людей. Может быть, ставить еще эту самую районную школу тогда? Старшая, которая называется, да? Давайте в этом районе, вот здесь на ошибе, у нас будет стоять еще старшая школа. Почему бы и нет? Так что все, теперь всем всего должно хватить. Также по автотранспорту, общественному транспорту. Соответственно, такси у нас толком не пользуются, 4 в неделю, поэтому пошли ни нахер, не буду им ничего ставить. У нас люди пользуются метро и автобусами. Соответственно, нам надо поставить автобусные, автобусные остановки, маршрут какой-то провести. Разумеется, начинается он будет у нас от метро, вот отсюда. Соответственно, надо проехать будет через весь город. Только я не помню, где у нас здесь тупики, а где нет. Ну, в общем-то, поедет он вот сюда. Дальше он поедет у нас вот по этой вот дорожке. Заедет вот сюда. Проедет вот здесь вот через район вот этот. Или надо было как-то? Нет. Надо было по-другому делать. Надо вот сюда его вывозить. Так, вот эту установку убрать. Вот сюда вот ты едешь, дальше через этот район пробираешься обратно. Здесь у нас все с остановками. Проезжай через территорию кампуса, ну, потенциальную, да? Через парк развлечений и приезжай обратно на вокзал. Вот такой вот маршрут, который будет собирать всех жителей практически к метро. И, в принципе, нормально. Это вполне себе нормально. Транспорт есть, с транспортом разобрались. Также почтовая служба. У нас здесь нету почтового отделения маленького. Нужно маленькое почтовое отделение. Поставим его вот сюда вот. Немножко шумновато здесь будет. Но, если что, люди смогут, короче, сюда прийти за почтой. Или нет. Давайте его переставим поближе к вокзалу. Вот сюда. Здесь у нас толком никто не живет, поэтому все нормально. У нас появилась потребность уже в жилых зонах. А что это? Вы все застроили? Все заселили? Вы такие красавчики, да? Молодцы. Прекрасно. Раз они все заселили, то можно все заселять дальше тогда. У нас есть тут район, который требует заселения. И давайте это делать. Начнем вот с такого вот небольшого куска. И может быть даже вот так вот сделать все. Так это криво получается. Давайте лучше просто это все вот так вот закрасим. Вот тут весь район. Чем тыкать? Все вот так вот. Все. Жители идут. Опять у нас дождь. Что-то меня во всех играх. Последнее время просто преследует этот дождь. С мусором здесь проблемы. А что у нас с мусором проблемы, а, товарищи? Использование свалок. Стоим переработки мусора. Вроде все в зеленом. Но может быть нужен еще один этот перерабатывающий заводик. Свалки заполнены, да? Свалки у нас заполнены. Ну давайте освобождаем тогда все свалки. Ну не все, их две всего. Она правда сейчас сюда все будет перевозиться. Заводы видимо не справляются. Хотя количество мусора вон есть. Давайте справляйтесь. Тут у нас что такое? Солнечная башня. У нас солнечная электростанция. Ни хрена себе. Вот это новости. Я даже не знал, что она есть. Вот это у нас штука. Почтово-сортировочный центр. И что-то тут как-то много машин оттуда заезжало постоянно. Ну ладно. Тут почему-то все хотят ехать по третьей полосе. И образуют пробку. Вот опять-таки, как работает трафик в этой игре, я не знаю. Я ничего здесь не менял. Ну да ничего страшного. Соответственно, у нас тут уже тоже райончик заселяется. Так мы скоро будем новый строить. Классно. Это здорово. Ну, тем более, здесь еще инфраструктура вся появилась. Так что все круто. Можно, кстати, свалку поставить вот сюда вот куда-нибудь. Почему бы и нет? Давайте здесь вот так вот проведем дорожку вот такую. Проселочную. И, соответственно, поставим здесь пару свалок. Они будут обслуживать... Блин, ну здесь загрязнение появится. Конечно, это плохо. И утилизационный завод. Три штуки поставим. Надо провести сюда электричество. Точнее, электричество проводить сюда не надо. Надо, чтобы электричество отсюда выходило. Выходило, да. Электричество отсюда. Потому что здесь у нас утилизационные заводы. Они дают нам электричество. Во, вот так вот все. Пускай этот кусочек будет здесь. Опять-таки, загрязнение, конечно, будет. Но да ладно, ничего страшного. Здесь все равно никто жить не будет. Пока что, по крайней мере. Так, у нас вот здесь не хватает электричества нашим школам. Поэтому заселять районы мы сейчас будем вот эти. Вот так вот. Давайте вот это все закрасим внутри. Так вот, все внутри закрашиваем нахрен. Кисточкой. Кисточкой это тоже всему голова. Вот так вот. Все, теперь здесь тоже будут жить людишки. Элитный район будет. Со своей школой и всем таким прочим. Вот, соответственно, по коммерции у нас тоже есть небольшой сейчас потребность. Вот здесь вот у нас будет коммерция. Почему бы и нет. Вот так вот. Вот досюда. Коммерция, чтобы людям со школы можно было там за сигаретами сходить по быструхе на перемене и так далее. Все, заселяется. Все прекрасно. 23 тысячи жителей у нас уже есть. Это не может не радовать. Здесь у нас тоже ничего не заселено. Поэтому давайте тоже это все дело заселяем. Черт, коммерция получилась случайная. Ну ладно. Пускай здесь тоже будут магазинчики, ничего страшного. Будет немножко трафика, конечно, это все дело генерировать. Ну ладно. Я думаю, как-нибудь переживем. Так, вот так вот. Все это мы заселяем. Это у нас кампус. Здесь мы ничего заселять пока не будем. И вот эту часть мы тоже заселим. Заселяем жители, приходите, заселяйтесь. У нас тут классный город. Очень классно. Вроде бы все размечено даже, да? Кроме кампуса. Ну еще по бокам продолжим, разумеется, коммерцию. Коммерция, коммерция наша, все. Вот столько хватит пока что. Отлично. Город растет. 23 тысячи жителей. Это прекрасно. В деньгах как-то мы не нуждаемся особо. Они у нас и есть, слава богу. Че у нас тут? 731 работника за 714. Скоро прокачается. Скоро будет пятого уровня. Прибыли я не знаю, как это работает. Ну и ладно. А, это у нас высокая радиомасчета. Прекрасно. Все. Вроде как все, что хотели сделать, все не сделали. В следующий раз, друзья, уже будем заселять новый район и размечать. Пока не знаю, как он будет выглядеть. Но как-то он будет выглядеть, поверьте на слово. Так что на этом у меня все. Всем, друзья, огромнейшее спасибо за просмотр. До встречи в следующих роликах по Сити Скайлайнс. Да. С вами был Никита Дела и всем пока-ки. Сити Скайлайнс